Прикрутил фильтр Калмана. Теперь разрешение 1 милливольт. Потом увеличил количество обновления дисплея от 3 до 10. Вот такая штука. Тестирую пауэрбанк на ёмкость. Дело из того, что было. У меня был такой вот провод, я к нему просто подключил. Здесь падение в этих проводах составляет около 2,5 В, поэтому здесь 2 с лишним. И здесь ещё напряжение падает, потому там, наверное, 0,5 Ом. Этот резистор 33 Ом. Но, тем не менее, мне не важен напряжение, мне важен ток. Точнее, ёмкость. В новой прошивке я уже убрал значок поделить. По-правильному будет просто АЧ. Также при нажатии кнопки, пока ещё работает некорректно, отображает режим Ватт-часы. И ещё, наверное, добавлю время. То есть, когда там ток, например, выше 50 мА, тогда щётчик времени будет отсчитывать. Вот такая вот штукенция на базе СТМ-32. Там ещё снизу операционный усилитель. Самый, что не есть, обычный. ЛМ-358. Ну, конечно, с ним получилось довольно-таки нелинейное отображение тока. То есть, если откалибровать на 1 А, то на 100 мА показывает 80 мА. Или если откалибровать на 80 мА, то 1 А это уже 1... Ну, короче, или больше, или меньше. Вот такая офигня.